здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о профилактике прививка в общем о многих таких вопросах которые мы поднимаем из программы в программу делаем это для того чтобы вам было лучше и понятнее к сожалению сегодня вот в мире в мире соцсетей в котором мы существуем поверьте 80 процентов какой-то очень странной информации конечно всегда стоит право за выбором конкретного человека но если мы приглашаем студию специалистов профессионалов то к их мнению безусловно нужно прислушаться а может быть просто довериться сегодня у нас в студии лариса владимировна чистова врач педиатр высшей категории заведующей отделением организации медицинской помощи несовершеннолетних образовательных учреждениях представляет она поликлинику номер один нашего любимого мацунда вот я рад вас приветствовать здесь в студии очень такое длинное название у вас то есть вы отвечаете за несовершеннолетних правильных детей которые посещают образовательные учреждения то есть школы и даже у нас там еще и с техникум училище сюда на территории с техникум то и он тоже обслуживаю там у нас и школы там и лицеи и кадетская школа гимназии и так далее вот скажите пожалуйста прежде всего такой простой вопрос чем отличается взрослые от детей с точки зрения медицины с точки зрения медицинского работника но ребенок значительно отличается это филологически отличается ребенок по своему строению он домическим своим особенностям по своему состоянию гормональному по своему психическому развитию это конечно зашли на другой человечек и даже обучаясь в высшем учебном заведении на всегда было дополнительные вопросы на петфаке по особенностям развития ребенка это у нас крови у педиатров то есть взрослые уже сами как-то да будут мы им поможем но они более восприимчивы до к информации потом взрослому скажут пей таблетку и он будет пить либо не будет пить но это уже его проблема а вот ребенка нужно еще убедить особый подход родители убедили поэтому очень такой важный момент и так как вот говорят а даже о мацом где мы много поднимали вопросов там и рождаемость безусловно демографический такой момент а потом вынашиваемость детей до их переход из вот этого состояния комочка уже превращение в человека тут без врачей никуда не денешься мне кажется что кстати даже вот врач-педиатр он же что же врачи в нашей жизни появляются фактически вместе с нами ну то есть они нас принимают как бы вот и ведут нас по жизни вот скажите мне пожалуйста на сегодняшний день много мы говорим о даже сегодня ехал опять что-то говорят немножко повысились цифры по к виду свиной грипп в обычный грипп но вроде как ножка снизились сейчас вот уже в конце месяца чуть-чуть уменьшил но тем не менее понятно шури грипп поздно еще февраль нас ждет ману до апреля болеть не переболеть так вот я хотел задать такой вопрос насколько сегодня взрослые вроде уже многие привыкли к вакцинированию так далее как вот с детьми взрослые готовы вакцинировать детей но мы будем говорить о вакцинации в общем да не только конкретно по гриппу и коронавирус инфекции это очень большая тема я глобально говорю просто готовы сегодня родители вакцинировать это очень важный аспект деятельности педиатры вообще к же родители должны конечно знать что это основа основ это за как бы этом как говорится начало всех начал вакцинация это ремень безопасности так будем говорить есть такая фраза у нас ремень безопасности то есть дан шанс ребенку не заболеть выжить а если заболеть то в легкой форме вакцинация конечно нужно необходимо выдавать с самого начала я помню что то ли здесь что ли здесь у меня чего-то есть за безусловно а давайте самого начала самого начала важно вот родился даже еще не родился давайте начнем с этого можно до ребенок даже еще не родился родители даже еще не знаю что и как но они уже думают что это пара она сформировалась и будущем у них будут дети и вот поймите дорогие зрители что мы должны именно на этом этапе начать думать о том как вакцинировать и как защитить ребеночка от инфекционных заболеваний еще нет ребенка только планируется ребенок, а мама с папой должны знать, привиты ли они от того заболевания, другого заболевания, третьего заболевания. Потому что никуда не делись эти инфекционные заболевания. К сожалению, у нас есть внутриутробные заболевания. Даже в нашем районе в прошлом году был случай внутриутробной, как говорится, ветрянки, ветряная оспа называется она. Это очень неприятный процесс. Сами понимаете, родился ребенок, он весь у тебя визикулах. Это очень даже неприятно. Так что, пожалуйста, родители, думайте об этом еще до рождения ребенка. Это первый этап. Второй этап – ребенок родился. И в первый же день здоровый ребенок получает у нас уже вакцинацию против гепатита В. В 24 часа первых. Это первое. Потом следующий вакцинация через 3-4 дня, то, что вы помните, то, что вы говорите, БЦЖ. Это против туберкулеза. До сих пор делают? Делают, конечно. У нас в первое, в течение 24 часов от гепатита В. Да. Вторая через 3-4 дня – БЦЖ против туберкулеза. Туберкулеза, да. И туберкулез тоже никуда не делся. И тоже мы должны знать, что это не асоциальное заболевание. Болеют здоровые люди, как будто бы нормальные совершенно. Буквально, далеко ходить не надо. На прошлой неделе у меня было на приеме родителей, мама была с ребенком, который перенес внутриутробный туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Здоровая, хорошая семья, все нормально. Закашлял дедушка. Дедушка совершенно нормальный человек, абсолютно предприниматель. И заразил, к сожалению, и внука, и невестку. И ребенок получал химиотерапию. Конечно, теперь они очень даже сторонники вакцины-профилактики. Он был привит, но неустойчив. Он заболел легкой форме, безусловно. То есть это уже помогло ему? Да, если бы он был не привит, то, к сожалению, была бы более тяжелая форма этого заболевания. Но ребенок сейчас совершенно здоров, адаптирован и посещает детский сад. Все хорошо. Ну, вернемся к схеме. Дальше, к календарю прививок. К календарю прививок. Дальше начинается у нас уже вакцинация в два месяца. Немококковая инфекция. Немококковая инфекция очень важна. Это у нас, как уже говорил, перед этим доктор был у вас, Елена Сергеевна. Она сказала, что 85% заболевания ОРЗ, это Немококковая теология. И ребенок, который планирует посещать организованное образовательное учреждение, детский сад, он просто обязан это привить. Потому что намного снижается. Вообще полностью, если дети не болеют, и хорошо проходит этап адаптации к детскому саду, если будет сделана эта вакцинация. И она как бы обязательна для документов. Ну, давайте начнем с того, что у нас есть календарь прививок, национальный календарь прививок. Он принят приказом 11.22 в декабре 2021 года. И с этим календарем мы работаем. В этом календаре прививок четко прописан весь график вакцинации. Сколько прививок должно делаться? Мы сейчас говорим о прививках вот в начале жизни. Пока говорим, да? Прививки мы делаем по жизни, всю жизнь. Есть вакцинации, которые делают каждые 10 лет. Это против дифтерии. Это обязательная прививка каждые 10 лет. А на первом году жизни у нас получается, дальше мы пойдем, если с вами... Давайте пойдем, интересно. Дальше пойдем. Тогда у нас дальше идет уже в 3 месяца дифтерии столбняка и гемофильные инфекции и полиумелита. У нас сейчас есть в наличии вакцина Пентаксин. Это делается в одной инъекции. А там несколько, да? Да, она идет... Там несколько, да, заболеваний прививок. То есть, вы смотрите, то мы уже раз, два, три, четыре, пятая уже, да? Ну, получается, эти мы делаем через каждые полтора месяца три вакцинации, потому что одной вакцинации недостаточно. Ну, все равно на пятая по счету. Так, потом... Дальнейшее у нас будет идти... Здесь мы еще делали гемофильную, столбняк, мы уже там говорили. Да. И потом у нас уже будет дальше идти крупная вакцинация, это в годик. В годик. В годик уже, да. Так, от чего там? Это то, что я говорю про российский календарь прививок. У нас есть еще региональный, это московский, немножко по-другому, а там больше у них вакцинации даже. В годик у нас идет очень важный корь-паратит-краснуха. Вакцин Вактривир сейчас есть на нас, пожалуйста, наличие, она тоже делается в одной инъекции. Это корь-паратит-краснуха. Никуда не делись эти заболевания, к сожалению, должна вам сказать, что корь у нас опять развивается. Я, кстати, видел ваш сюжет где-то у нас в России уже даже небольшой такая вспышечка есть. Ну, вспышечка, не вспышечка, но буквально на той неделе в нашей поликлинике зафиксирована уже лабораторная, случай кори. У ребенка, который не был вакцинирован, у которого был оформлен у него отказ. В семье есть еще один ребенок, и мы, конечно, очень переживаем, потому что заболевание кори – серьезное заболевание. Существует такой синдром, отсроченный, к сожалению, летальности, что само заболевание может пройти, вроде бы ничего, более-менее все прошло, а при повторной, как то это инфекции, любой другой реинфекции, может наступать серьезное осложнение. Ну, вот мы сейчас обязательно вернемся к этому оформлению, прививок, родительскому уходу. В годик еще, да? В годик, что вы хотите услышать. Хочу его, чтобы понять, вот те основные прививки, которые в нас должны сидеть с рождения, а потом уже они превращаются в периодически. Ну, они потом повторяются, может, об этом сказали. А вот это была вакцинация у нас в годик. Дальше мы ребенка проявляем, во-первых, мы говорим, ну, то, что у нас идет по графику, да, вы хотите услышать. Дальше мы проявляем ребеночка уже в 6 лет. В 6 лет? В 6 лет мы делаем ревакцинацию той же кори, и в 6 лет мы делаем ревакцинацию полиомиелита и той же самой АДСМ. То, что мы уже говорили, то, что вы уже делали, все слышали, но они тоже повторные. Первичных у нас больше вакцинации, в принципе, и не будет. Но остальные будут уже периодически. Да, как нужно. Но в московском литературе-прививе существует еще вакцинация против ветрянки, ветряного спы, в Орел-Рикс, а не с годика. Есть вакцинация против мингококковой инфекции. У нас, кстати, тоже эти вакцины есть, в нашей поликлинике есть. И по поводу мингококковой инфекции, опять же, хочу вам сказать, что, к сожалению, у нас буквально в прошлом году была вспышка. Болело 12 человек, и, к сожалению, как не грустно сказать, летальный случай есть. Это все происходит сейчас, в наши дни, буквально 21 год. Когда, казалось бы, уже... Мы вообще забыли обо всем плохом. Но я считаю, что все-таки ковид, знаете, как говорят, не было бы счастья да несчастье помогло, ковид все-таки вернул, мне кажется, людям, очень многим, по крайней мере, вернул понимание того, что не все так просто, что и в 21-м, и, пожалуй, и в 22-м веке все-таки, потому что те люди, которые вот сейчас рождаются, надо понимать, что они, в принципе, доживут до следующего века. Все равно никуда не деваются все эти неприятности, и нужно за этим внимательно следить. Когда к вам приходят на прием, у вас есть какой-то вот этот календарный список? Вы как-то ознакомливаете родителей? Как это происходит? Это происходит совершенно однозначно. При рождении ребеночка на первом же патронаже медсестра приносит календарь прививок каждой мамочке, которой родился ребеночек. И она ознакомлена с ним. Пожалуйста, читают, задают вопрос, интересуются. Конечно же, желательно, чтобы этот календарь прививок соблюдался, но если бывают какие-то моменты отклонения, тогда уже, скажем, ребенком индивидуально рассматриваются, какие проблемы. Но вот те самые первые 24 часа это спрашивают у родителей? Спрашивают обязательно. И что, может отказаться мама? Да, все прививки у нас в России узаконены законом иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, что на каждую прививку должно быть дано письменное согласие родителей. Обязательно. Ну вот мы во второй части с этого начнем. Давайте. И завершая первую часть, сколько в итоге, в принципе, ребенок, ну, до какого? До 16 лет, да, мы рассматриваем? Вакцинация? Да, ну, глобально. Сколько у него может быть максимально сделано прививок? Или никто не считал? Нет, почему? Там так не посчитаешь, но много все равно. В любом случае, там же внутри вакцинация. Без повторов, если просто... А скольких заболеваний, да? Ну, давайте посчитаем. Давайте. Туберкулез, гепатит. Гепатит А тоже есть вакцина. Корь, паротит, краснуха. Дальше идет дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, мингококковая инфекция, витринная оспа, мингококковая инфекция, полиумелит. Это можно считать с вами 13, да? Ротовирусная инфекция. Ротовирусная. Ротовирусная, ну и, конечно, грипп и ковид. Да, ну это такое мы берем... Ежегодно, в календаре привив прописанный грипп, вакцинация против гриппа и против ковида. А против ковида есть вакцина? В 12 лет, конечно, спутника. Нет, я имею в виду, есть на месте-то? Приходят, вакцинируются, против ковида. Есть, конечно, мы же вакцинировались, но это у нас тоже сезонная же... Спутник. Спутник. Сейчас сделаем небольшую паузу. Очень интересно. Многие, наверное, сейчас вспомнили себя в детстве, откуда у них всякие непонятные следы. Вот, а они, оказывается, очень полезны. Сделаем перерыв и вернемся, и продолжим говорить с вами о вакцинации. Как правильно и зачем нужно вакцинировать детей и от самых разных заболеваний, ну и, конечно же, какое участие в этом должны принимать родители. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Лариса Владимировна Чисто, врач-педиатр высшей категории, заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях. Поликлиника номер один, МОЦОМТ. Образовательные учреждения – это наши с вами дети. Ясли, детский садик, школа, лицей, всё что угодно. А это, как мы понимаем, в общем-то, коллектив. Достаточно одному прийти, как мы понимаем, и понеслась история, и все врачи на ушах и так далее. Прежде чем мы поговорим о том, как родители участвуют в этом процессе, что подписывают, что не подписывают, скажите, пожалуйста, я не требую цифр, но в целом ситуация с вакцинацией сейчас под контролем в городском округе Люберца, Московской области. Ну, достаточно благополучная в городском округе, да. Я общалась с Роспатринозором регулярно, они собирают эти данные. У нас прививаемость, да, 95%. А, ну это хорошо, что это? Это хорошо, да. Но всё равно это недостаточно, и отказы существуют, к сожалению. Ну, давайте поговорим. Слово «отказ» понятно, что когда взрослый человек, ну, идёт, понимаете, я помню, когда ты получал медицинскую книжку, и там прямо стоят эти все, и ты можешь отказаться, и в принципе тебя никто, ну, отказался, отказался. Вот. Ну, это взрослый человек, у него там уже свои какие-то, да, хорошее смыслово «тараканы» присутствуют. А здесь вроде как ребёнок, который, ну, ещё не готов принимать решения. Есть папа с мамой любящие, да, которые иногда сильно любящие. Вот. И они прям трясутся над ним, и вы им говорите, наверное, что нужно сделать, потому что они говорят, нет, нет, не надо ничего. Некоторые до сих пор у нас антивакцеры есть такие. Есть много, да. Есть спокойные, да, а есть активные. Вот как вы можете убедить родителей в том, чтобы они всё-таки сделали вакцинацию, провели вакцинацию? Как происходит процесс, как они могут отказаться, и, может быть, их потом пригласить ещё раз убедить в этом? Да, условно, да. Как? Ну, по закону иммунопрофилактики каждый родитель даёт письменное согласие на проведение профпрививок или родитель, или законный представитель, опекун. Должна сказать, что ребёнок, достигший возраста 15 лет, имеет право сам принимать решение о своей вакцинации. Должны знать об этом дети. И иногда родители, дети, с точки зрения, не совпадают. Значит, они знают право дать ребёнку. Но на законе написано, что в то же время имеем право на отказ от какой-то вакцинации. Если родители отказываются от вакцинации, они пишут заявление, и мама, и папа. Бывает, что мама согласна, а папа нет, это не подходит. Должны мама и папа быть настроены на отказ. И передаётся это через участкового педиатра врачебную комиссию, рассматривается, какой ребёнок, что и как. Так всё серьёзно? Очень серьёзно всё. Причём имеют право оформить отказ, это совершенно официально заявляет, только муниципальные учреждения. В частной клинике мы не принимаем отказ. И они получают отказ от муниципального учреждения. И тогда этот документ они могут отпустить, образовательное учреждение, сказать, вот у нас есть. Но это не значит, что мы на него закрыли глаза. То есть он у вас в списочке? Да, он у нас в чёрном нашем списочке. У него будут... Ему мы обязаны объяснить, какие последствия ожидают, какие ограничения ожидают, какие возможные осложнения от принимаемого ими решения. То, что мы с вами озвучили сейчас, корень нас существует, тубертос нас существует. К сожалению, есть такая ситуация. Если у ребёнка нет вакцинации их трёх против полиомиелита, то он не может посещать группу детского сада там, где у другого ребёнка привито в данный момент оральные капельки полиомиелита получил ребёночек. Он может получить после вакцины полиомиелит. Это прописано во всех документах, во всех законах. Вот это важный сейчас момент. Это очень важный момент. Мы к нему сейчас подходим. И мне важно понять. Вот мой ребёнок в детском саду. «Я сделал все прививки». Молодцы. Стационарный, стабильный. Молодцы. Приходит человек, приводит ребёнка, и они отказались от какой-то прививки. Получается, что с ними все вопросы порешали. Получили они от муниципального учреждения документ. Но он становится... Может быть опасным. Ну, скажем так, через него может прийти инфекция. Может быть, как я и привился, но тем не менее. Ну да, но у нас всё... Как это регулируется? По поводу полиомиелита, родители обязаны изолировать ребёнка на 60 дней. В случае, если какой-то ребёнок, другой получает полиомиелит. То есть их ребёнок, который не прививки, может заболеть поствакцином полиомиелитом. То есть он должен подождать 60 дней. Да, это три месяца. Немного, немало. Не ходить, да. А есть ещё такие вакцины, где тоже какие-то ограничения надо ждать или могут не принять, куда-нибудь сказать. Вы знаете, наше образовательное учреждение без этой прививки мы не принимаем. Ну, к сожалению, законодательность у нас довольно мягкая в этом вопросе. В других моментах я вам не могу сделать акцин. Но я могу сказать ещё о туберкульной диагностике. Туберкульная диагностика – это реакция МАНТУ и диазкин-тест. О, МАНТУ ещё вспомнила. Реакция МАНТУ проводится до 7 лет, а старше уже проводится диазкин-тест. И вот здесь тоже по всем законам прописано, если ежегодно не сделана реакция МАНТУ или диазкин-тест, ребёнок имеет право быть недопущен в образовательное учреждение. То есть это работает? Да, это работает. Он может вместо МАНТУ сделать, скажем, другие какие-то исследования. Если есть такие, патферновые тесты, Эспот, рентгенограмма, флюорография, тогда его допускают. И заключение в те, что ребёнок здоров. А так имеет право не допускать. Ну вот ещё такой вопрос возникает. Всё-таки есть дети, у которых есть показания. Медотводы, безусловно. Давайте мы обсудим этот вопрос, потому что, как ни странно, бывают родители, которые хотят вакцинировать ребёнка, а нельзя. И это важный момент. Они же могут этого не знать. Ну, как обычно, я помню, врач спрашивает, а у вас, не знаю, у стоматолога могут спросить, какая у вас реакция там на... Вроде никакой, а потом выясняют. Вот как это происходит? Ну, давайте за очень-то интересный момент. Во-первых, есть, конечно, однозначные противопоказания для проведения вакцинации. Есть такое тоже прописано в законодательстве везде. Если у ребёнка была очень выраженная реакция на предыдущую вакцинацию, температура больше 40 в несколько дней, или местная реакция больше 8 см в диаметре, отёк, гиперемия, то этого ребёнка надо рассматривать индивидуально. И, конечно, его прививать нельзя, так, как всех. Дальше у нас есть такие вакцины, такая, как, например, гепатит В, который мы с вами уже познакомились. Если у ребёнка аллергия на пекарские дрожжи, тоже это противопоказание. Если корпротиткорослуха, у нас аллергия на аминогликозиды и на аминогликозидность-корослуха, это есть такие антибиотики, если антибиотический шок на них был в анамнезе, нельзя проевать. А как это проверить, если анализы ждал? Это работает врач. У нас был такой случай, что приходит ребёночек, мамочка. Мы знаем, что анализы не только что поставили на заболевание серьёзное, сахарный диабет, ещё пока декомпенсированные. Мама согласна на вакцинацию. А нельзя? А я не буду проевать, потому что я должна сначала обсудить этот вопрос с его эндокринологом. Понятно. Ну вот Лариса Владимировна ещё переживала, что коклюш мы не вспомнили. Коклюш мы не вспомнили, потому что, к сожалению, он существует у нас. Я думал, что он уже просто... В прошлом году было 7 случаев коклюши, да. Как будто бы это не тяжело, но на самом деле это очень тоже всё проблематично. И даже, в общем-то, идёт тенденция к тому, что коклюш мы проеваем по нашему календарю до 4 лет. Но идёт тенденция к тому во всей мировой литературе, что коклюш надо проевать их в более старшем возрасте. И существует такая вакцина Адасель, в принципе, она есть, то у нас приличности нет, но она была какое-то время. И тогда мы её уже будем внедрять дальше. Ещё очень интересно, и забудем с вами вакцинацию. Правда, это только наш район, он пилотный в этом вопросе. Тем более интересно. Да, да, да. Как раз тоже касается нашим отцом конкретно. Это вакцинация против вируса папиллома человека. О, да. Это очень хорошая вакцина, Гордосил, 4-х валентная вакцина. Она проевается деткам с 12 лет, но можно и с 9 лет её проевать, по всем показаниям. Ну, чаще всего 12 лет и старше. Можно и взрослых людей проевать. И наш район был пилотным, и мы проевали. И научные работники подтвердили, что да, эффект очень выраженный, и бояться не надо. Она показана больше девочкам, но я хочу сказать, что в последнее время стали мальчики тоже. Интересно к этому проявлять родители. И совершенно правильно, потому что это заболевание обоюдное, оно передаётся, к сожалению, и от мальчика к девочке, и от девочек к мальчику. К сожалению, это надо знать, и мы должны с этим... Да, что-то делать. Делать. Ну, сейчас обязательно должен задать вопрос. Наверное, он больше от антивакциров будет. Ну, или, скажем, они в основном по поводу здоровья беспокоятся, да. А я задам так вопрос. Всё-таки человек – это существо, которое приходит в мир, и уж хотите божественная или материальная структура, в данном случае это не сам всем важный вопрос, а он сам выживает в тех условиях, как любое живое существо. Кто-то... Ну, естественно, у нас отборы есть, да, разные есть, искусственные и так далее. И вот эти люди считают, что когда мы слишком беспокоимся и много-много вакцин... Ну, то есть человек у нас весь в химию превращается в такую глобальную, что ему трудно существовать в этом мире, уже сам организм перестает бороться. Мы так помогаем организму, что он не в состоянии многие вопросы решать самостоятельно. Вот что бы вы ответили на это мнение? Ваш вариант. Ну, это мнение, к сожалению, ошибочное, однозначно совершенно, потому что люди, которые привиты, они в любом случае переносят любое инфекционное заболевание, даже если заболевают, в лёгкой форме. А вот опять же, те, которые отказались, они могут, к сожалению, быть даже до летального исхода. Это подтверждено было и ковидом, знаете, отлично слышали, всё это в прессе было, и все другие инфекции. Та же самая корь. Заболевают дети, которые не привиты. К сожалению, это очень тяжёлое заболевание, тяжело протекает. Даже в этой семье, если ребёнок был привит, он уже не заболеет или заболеет как просто ОРВИ. Это однозначно. Иммунная нагрузка на организм после вакцинации нисколько не увеличивается, ничего страшного нет. Причём ещё здесь надо сказать, что родители некоторые рассуждают, что давайте мы подождём, давайте мы будем приватить ребёночка с трёх лет, когда он уже окрепнет, как говорят они. Это с их точки зрения, они считают, что ребёнок окреп. Но на самом деле, совершенно правильно говорил для меня тоже доктор, что у нас иммунитет до года примерно от мамы. Если мама этим всем переболела или вакцинирована, ребёнок защищён. Поэтому основная нагрузка у нас идёт до года, чтобы сформировать иммунитет на последующее время. То есть, все эти вакцины, весь этот большой календарь вакцин, он не убивает собственный человеческий иммунитет? Не убивает, он только стимулирует. Он только стимулирует выработку антител. И повышает его жизнеустойчивость. Неустойчивость к инфекции повышает. Понятно. Спасибо огромное. Лариса Владимировна Честова, врач-педиатр высшей категории, заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях поликлиника номер один мацом. Спасибо вам большое за объяснение. Можно одеть паузу? Здравствуйте. У нас сейчас год кролика. Да. Я хочу поздравить вашу студию с этим праздником и вручить вот такой маленький брюлентик от меня лично. Это моё творчество. Да вы что? Пусть он будет вашим талисманом на счастье, на здоровье и не на заболевание. Это отдельная будет программа. Вот. Надо делать. Сами сделали это? Да, моё творчество. Моррелакс. Вот как назовём кролика? Ваксик. Ваксик. Это у нас будет ваксик теперь. Будет нас охранять. Наше здоровье. Спасибо вам большое. Это была программа Открытый диалог. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова